Олег, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Начнем с цифр. Сколько лет вы уже занимаетесь своим поиском? Сколько родов исследовали? И как оцените завершенность поисков в процентах? Я начал всерьез заниматься исследованием своей генеалогии в десятом классе, это значит 1988 год. Почти 30 лет. Ну, конечно, исследовать все рода в своей генеалогии это практически нереально, поэтому приходится сосредотачиваться на каких-то основных фамилиях. Глубже всего мне удалось изучить отцовскую линию и линию его мамы, дворянки Гудковой. Если говорить о остальных родах моей генеалогии, то, как вы понимаете, у каждого человека предки в каждом поколении удваиваются, то есть количество родов уже там в четвертом-пятом поколении начинает приближаться к низким сотням. Ну, и все это исследовать довольно трудно. Но для деревенских предков, которые обычно, живя в одном селе, все оказывались друг другу родственниками, можно в рамках одной ревизии, скажем, 719 года найти всех своих предков, живших в этом конкретном месте. Вот, например, одна из линий предка жила в деревне Зяхина. В 719 году там всего два двора, причем главы дворов приходятся друг другу двоюродными братьями. Ну, и вот от одного из них происходит часть моих предков. Расскажите про самое яркое открытие. Пожалуй, самым ярким, запоминающимся таким событием было, когда я познакомился совершенно случайно с одним из исследователей, работающим в архиве древних актов, который мне сказал и рассказал о происхождении бабаринах. Я занимался историей этого рода довольно долго и мог проследить бабаринах, живущих сейчас в России. В общем-то, большинство из них свелось к одному предку, которого мне этот человек подсказал. Но, к сожалению, мое от него происхождение напрямую и документарно я пока подтвердить не смог. Тем не менее, все вот бабарины, они имеют очень сильное внешнее сходство. А с какими документами чаще всего работали? С какими типами документов? В начале своих поисков это те документы, которые можно найти в доме. У родственников свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, документы о службе. В семье хранились старинные фотографии на картонках. И папа мне говорил, что вот кто-то здесь вроде как его дед и вот это дворянские роты Гудковых, Смоленска, но кто? Он не знал. Но потом у родственников нашлись очень интересные документы, в том числе послужной список середины 19 века про родителей, получившего дворянство. Можно было уже проследить кто-то дальше. Эти фотографии, которые вы упоминали, опознали на них в итоге все лица? Да, с помощью живущей, почти здравствующей родственницы мне удалось опознать практически всех на этих фотографиях. Фотографии, как, наверное, у многих в России, были обрезаны, то есть ордена были замазаны чернилами, различные петлицы там и прочее. То есть родственники вам помогали все-таки в поиске? Ну, не все, конечно, но да, помогали те, кто что-то знал. А что считаете самым главным достижением в этом поиске? Или по-другому могу сформулировать, где вам понадобились какие-то специфические знания генеалогические? При любой такой работе с метрическими книгами, с ревизиями, конечно, нужно обладать способностью и умением читать шрифт 18 века, что иногда достаточно сложно. Нужно обладать определенной усидчивостью, потому что вычитать сотни записей метрических книг иногда за сотню лет достаточно сложно, и все это выписать. Требуется какой-то такой, наверное, аналитический склад ума. В частности, в смоленских ревизиях практически до 1917 года в метрических книгах все крестьяне указываются без фамилий, то есть только имя и отчество. Причем иногда в качестве отчества используется не собственное имя отца, а, например, имя деда. То есть это уже какая-то такая форма типа дедичества. Иногда имя брата, и в связи с этим возникает такая путаница, что иногда уходит достаточно долгое время на то, чтобы все это осознать и сопоставить. Еще, конечно, такая нехорошая черта переписчиков Маленской области или губернии в том, что часто они женщин, особенно приходивших из других сел, не утруждаясь узнать их отчество, писали всех Ивановыми. В роду может быть штук пять Евдокий Иванов, Просковь Ивановых и тому подобное. А потом они вдруг начинают обретать свои, так скажем, законные отчества и в метриках, и в ревизиях, и вот приходится сопоставлять, что это именно тот человек, о котором шла речь. Вы упоминали о том, что у всех бабаринах есть определенные черты общие, и здесь, наверное, это как-то перекликается с тем вопросом, который я хотела задать, про то, в каком моменте наиболее остро почувствовали свою связь с семьей, историей семьи со своей судьбой. То есть, где у вас наибольшее соприкосновение эмоциональное возникло в ходе поиска? В ходе исследований обнаружилось, например, что вот эти вот родоначальники имели те же имена, что и мои близкие предки. Так, например, вот мой семижды прадед, живший в XVIII веке, был Петр. И дед мой Петр, родоначальник большинства бабаринах, живущих в России, он был артиллеристом. Вот артиллерист мой папа. То есть у нас что-то такое все-таки в роду передается. Ну и иногда бывают совершенно мистические такие случаи. В журнале «Цей Гаусс» была статья об артиллеристах XVII века. И там иллюстрация, уж я сейчас не помню, это Игорь Дзысь или Паласиус Фернандес, там, значит, нарисованы артиллеристы. И вот один просто списан его деда. Ну, я не знаю, это, наверное, просто какое-то такое мистическое совпадение. Олег, вы упоминали, что самый яркий момент или один из самых ярких был связан с другим исследователем, который вам встретился в архиве древних актов. Можно поподробнее вот на этот счет? Ну, я надеюсь, он меня простит. Я помню только, что его зовут Дмитрий. Вот фамилия что-то у меня вылетела с головы. Но, тем не менее, в своем изучении баринах, в общем-то, довольно таком робком и не совсем профессиональном, потому что я делал это в основном помощью интернета, спроса живущих в баринах, выяснением каких-то родственных связей. Тем не менее, я уже начинал подбираться на вот этому родовому корню. И вот этот вот мой товарищ Дмитрий включает однодворцев Курского края, где я уже практически нащупал вот это вот родовое гнездо. Он подтвердил мои находки, мои теории и помог мне практически найти родоначальника Тимофея Осиповича Бабарина, пушкаря из Старого Оскола и проследить его потомков. А дальше уже я прослеживал с помощью архива Воронежа, архива в Курске и смог соединить вот этих его потомков с большинством ныне живущих в Бабаринах России. Понятно. Ну, спасибо большое. Было очень интересно послушать. Каждый конкретный поиск уникальный. У вас много интересного и в частных находках, в каких-то общих заключениях. Так что спасибо за беседу. Спасибо вам.